На телеканале Омск ТВ новости смотрите сегодня. Почему модификация омского метро в транспортную сеть откладывается? Обвиняемый в покровительстве нелегального табачного бизнеса в Омске полковник Антон Козлов выступил в суде с последним словом. Заседание состоялось утром 31 октября. По иронии судьбы, в этот же день год назад экс-полицейского задержали. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022-го теперь уже бывший начальник отдела полиции номер 7 покрывал деятельность нелегальной точки по продаже сигарет. Нарушения в работе Лайка выявили его подчиненные в ходе проверки. Контрафактная продукция была изъята. Однако вскоре поступил приказ от Козлова – товар вернуть и больше проверки там не проводить. Скрыть нелегальный бизнес не удалось. Проверку провела таможенная служба. Товар снова изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. Владелице торговой точки грозило уголовное дело. Антон Козлов дал указание своим сотрудникам заменить изъятые сигареты на товар, соответствующий всем требованиям. Козлов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом ЕВ, части 3 ст. 286 УК РФ, при решении должностных полномочий, государственным обвинением, предложенным наказанием в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2,5 года и лишением специального звания полковника полиции. Денег за покровительство полковник не брал. По версии следствия, он был другом предпринимательницы, поэтому и помогал ей прикрывать нелегальный бизнес. Вину Антон Козлов признал частично. Дальнейшую судьбу бывшего полицейского решит Первомайский районный суд. Это мы такие нехорошие люди. Все это портим, все это ганим, все это... Ну так жить нельзя. Мыть за 60-летней Ларисе Александровне приходится здесь. Трубы в душевой давно сгнили. Плитка в плесень и стены в желтых потеках. Но это еще мелочи. В квартире очень холодно. Вместо горячей из крана бежит холодная вода. Чтобы она потеплела, приходится ждать от 5 до 20 минут, жалуется женщина. В доме по улице Суровцева Лариса Ефимова живет уже 33 года. Говорит, ремонт здесь никогда не проводили. Крыша протекает, штукатурка отваливается. Чтобы жить комфортнее, пенсионерка взяла в руки шпатель. На материалы потратила почти всю пенсию. По ее собственным словам, женщина получает в месяц всего 5 тысяч рублей. Вот как могли, так мы делали. Они его береги, приходят, посмотрят и говорят, На вашем доме долги. Делайте все за твой счет. Кран меняйте, а у нас денег нет, покупайте. Мы покупаем, делаем, потому что это нам надо. 104-й дом по улице Суровцева – бывшее общежитие. Здание разделено на секции и личные квартиры. Душевые кухни – это места общего пользования. А значит, за ремонт отвечает управляющая компания. Там просьбы жителей игнорируют. Доходят до абсурда. Наталья Новикова не раз жаловалась коммунальщикам на ливневую трубу в туалете, которая давно сгнила. В ответ приходят отписки. Последняя обескуражила. Коммунальщики заявили, что такой коммуникации в секции вообще нет. Применевая канализация вашей секции отсутствует. В секции номер один выполнена замена участка канализационного стояка и произведена заделка монтажных отверстий в местах общего пользования. Это место общего пользования. Вот они дыры после того, как нам поменяли трубы. Проблемы не только в туалетах или душевых. Обшарпанные коридоры, покосившиеся лестницы, обгоревшие двери, разрушающийся фасад, затопленный подвал. Отсюда плесень, крысы и тараканы. Управляющая компания объясняет свое бездействие просто. В доме много должников, а значит и делать ничего не нужно. Якобы не положено. Такой ответ жильцов не устраивал. Они заказали детализацию счетов по плате коммунальных услуг. Выяснилось, из 230 квартир в должниках всего 3%. Люди в отчаянии. Признают, в неравной борьбе они бессильны. За помощью обратились в редакцию телеканала Омск ТВ. На встрече около 20 человек. У каждого свои проблемы и своя история. Чтобы ничего не забыть, даже написали список. В нем 17 пунктов. В управляющей компании «Левобережье» жалобы жильцов слышать не хотят. Нас просто приняли в коридоре у охранника. Дальше нас не пустили. На порог даже. Где находятся кабинеты их. Местные признают. Управляющие все же иногда проводят работы. То дыры в фундаменте песком замажут, то щели диваном со свалки прикроют. О качестве такого ремонта говорить не приходится. Старшая по дому съехала два года назад. Нового председателя нет. Его не дают выбрать, жалуются жители. Голосование устраивали дважды. По личным подсчетам кворум собрался. Управляющая компания результаты опровергает. Нам объяснили это тем, что не хватило голосов. Хотя мы сами считали, у нас 51%. Они нас считали 43% Левобережье. Редкие встречи в управляющей без конфликтов не обходятся. Ну так вот это мы выломаем. Так ломается во всех домах что-то ломается. Так не ломается. А почему так живем? Я на что-то что-то серьезно. А не надо мне указывать, где мне жить. Чтобы разобраться в ситуации, мы решили позвонить коммунальщикам вместе с жильцами. Алло. А с кем-нибудь за мной? Алло. Не взяли трубочку? Не взяли, нет. Нет, не взяли. Попозже перезвоните. 2.18. Хорошо. Хорошо. Попозже перезвоним. Они знают, что вы приехали. Им уже сообщили, потому что вы такой вежливый. Вы, пожалуйста, перезвоните. Они трубочку не взяли. Перезвоните. Пожалуйста, позже. Никогда такого не было. Телефонные звонки пропускают, личные проблемы игнорируют. С похожей ситуацией столкнулись и жители села Сыропятской Омской области. Подвалы многоквартирных домов затопило жидкими отходами. В квартирах зловоние, а мечи с трудом сдерживают тошноту. Вместо управляющей компании в сельской местности муниципальное унитарное предприятие. Люди уверяют, исправно оплачивают квитанции, а коммунальщики бездействуют. Год назад собственники отремонтировали канализационные трубы за свой счет. В августе часть оборудования вышла из строя. МУП проблему проигнорировал и перестал откачивать выгребную яму. Когда она переполнилась, отходы полилить в дома. Затопило четыре подвала. Массовые жалобы заставили специалистов выехать на место и устранить проблему. Деньги на ремонт снова собирались жильцов. Не прошло и недели после установки, как новое оборудование вышло из строя. Нужно прочищать не только колодцы между собой, трубы, а нужно прочищать еще и стоки, которые засорились очень с давнего времени. Со времен застройки домов практически этого никто не делал. Сама глава администрации, она отписывается, что, мол, типа так и так, там неплательщиков много. Менять трубы и проводить необходимые работы коммунальщики отказываются. Однако это незаконно, уверяют эксперты. Отстоять свои права и добиться действия от управляющей компании можно. Нужно быть активнее и настойчивее. Пишите жалобы в руководство организации. Игнорируют запросы? Идите выше. Обращайтесь в жилищную инспекцию. Следующий шаг – Роспотребнадзор. Нужно подробно описать проблему и приложить максимальное количество доказательств нарушений – фото и видеоматериалы. Если и после этого управляющая компания бездействует, пишите заявление в прокуратуру. Суд – последняя инстанция. Чтобы добиться результата, придется постараться. Однако другого пути нет. Ваше жилье – ваша ответственность. Поэтому и комфорт в нем в ваших руках. 80% родителей недовольны качеством школьных обедов в Омске. Таковы результаты горячей линии. Ее провели специалисты прокуратуры совместно с Народным фронтом. В опросе приняли участие около 500 амичей. Среди самых частых жалоб остывшая и невкусная еда – маленькие порции из фруктов школьникам предлагают только яблоки. В результате дети остаются голодными, а бюджетные деньги уходят в мусорку, жалуются респонденты. Проведена и очная инвентаризация школьных столовых. Специалисты Омской прокуратуры обратили внимание на соответствие готовых блюд утвержденному меню, условия хранения продуктов, наличие маркировки, соблюдение требований к оборудованию пищеблоков. Итоги пока не оглашены. Асфальт, который уложили в снег на улице Воровского, оплачен не будет. В мэрии прокомментировали дорожные работы в Ленинском округе. Ремонтом участка занимается компания Сибдор. Работы возмутили проезжающих мимо омичей. Необходимая подушка из песка и щебня отсутствует. Дорожное полотно укладывается прямо в снег. Чиновники подтвердили, технология нарушена. Подрядчику по обустройству посадочных площадок компании Сибдор вынесено предостережение о недопустимости проведения работ с нарушением технологического процесса. Эти работы не будут приняты и оплачены заказчиком. Предостережение не сработало. Нарушение было зафиксировано вечером 30 октября. На следующий день съемочная группа телеканала Омск ТВ выехала на улицу Воровского. Планировали заснять результаты некачественного ремонта. На месте выяснилось, рабочие продолжают ремонтировать улицу по своей технологии. Асфальт кладут в снег без основания из песка и щебня. Вероятно, специалистам администрации предстоит провести детальную проверку данного участка. Подготовка перед рабочим выездом. В самосвал засыпают песко-соляную смесь. Через несколько минут машина отправится в рейс. С последствиями непогоды на Омских улицах активно борются специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. Рабочие, техника, смеси к межсезонью готова все. Мы еще надеемся на положительную температуру. Будем еще выполнять какие-то работы по летнему содержанию. И сейчас вот уже на сегодня, за 30-31 число, октября я имею в виду, выпала трехразовая норма осадков. Конечно, очень сложно. Но я полагаю, сегодняшняя ночь показала то, что мы с этой задачей справились. Готовность у ДХБ к новому сезону лично проверил мэр Омска Сергей Шелест. Городоначальник посетил одну из баз ведомства. Оценил состояние техники и запасы реагентов. Во распоряжении службы 528 единиц. На старте сезона все машины прошли специальную подготовку. Омск достаточно протяженный город. У нас 1590 километров дорог, которые необходимо обслуживать. По нормативам у нас есть недостаток, конечно, в технике. Но мы постепенно приобретаем, и в этом году еще часть будем приобретать техники. 350 рабочих ежедневно трудятся на уборке наших улиц в городе. В планах на этот год закупить еще 7 новых самосвалов. Начальная цена контракта – 50 миллионов рублей. Администрация в поисках подрядчика. Необходимы машины 2023 года выпуска. Мощность двигателя – 390 лошадиных сил. Объем кузова – 20 кубометров. Транспорт должен быть оснащен спутниковой навигационной системой. На поставку у победителя торгов будет 20 дней с момента подписания контракта. Заявки принимаются до 9 ноября. Интеграция Омского метро в единую транспортную сеть откладывается. Антимонопольная служба поддержала жалобу компании «Мостовик». Напомним, руководство направило в Уфас сразу несколько претензий. Так, в тех заданиях отсутствовали варианты подвижного состава. Какой транспорт должен курсировать по обновленной сети – метро, трамвай, автобусы – неясно. Также претенденты на участие в торгах должны состоять в союзе строителей Омской области, были уверены заявители. Однако эти требования «Мостовика» антимонопольщики посчитали необоснованными. А вот замечания к презентационным материалам и 3D-модели проекта поддержали. В итоге Уфас постановил отменить протоколы подведения итогов аукциона. Прежде тех, задание нужно дополнить. Срок до 13 ноября. Новые подробности в истории со стихийной свалкой напротив Сибади. Контейнеры, которые внезапно появились у студенческого общежития номер 4, относятся к многоквартирному дому 8 по проспекту Мира. Там же и оборудованная под них площадка. Об этом сообщил региональный оператор «Магнит». Убрать контейнеры решила управляющая компания «Наш сервис». Часть перенесли к дому номер 10 на том же проспекте Мира. Еще два бросили рядом с общежитием. Вывоз мусора от них производится ежедневно. Крупногабаритные отходы – это старая мебель какая-то, вышедшая из строя бытовые приборы, предметы. Возчик подбирает по мере накопления. Уборка прилегающей территории входит в обязанности собственника этого земельного участка. Мы рекомендуем жильцам самостоятельно обратиться в госжиоинспекцию. Это организация, которая курирует деятельность управляющей компанией. Омские студенты приобщились к всероссийскому движению донорства крови и костного мозга «Давай вступай». Учащиеся музыкально-педагогического колледжа написали донорский диктант на площадке штаба общественной поддержки. Участники ответили на 30 вопросов, посвященных донорству. Те, кто справился с заданиями лучше всего, получили памятные подарки. Некоторые студенты позже признались. Информация, которую они почерпнули из ответов на вопросы, оказалась настоящим открытием. Депутаты от «Единой России» Светлана Студеникина и Дмитрий Маркелов подчеркнули, что омскую молодежь и дальше будут привлекать к донорскому движению. Для этого в учебных заведениях региона пройдет просветительская акция «Сдай донорскую кровь». Мы видим у нашей молодежи горящие глаза. Они готовы спасать и помогать. Мы сегодня с вами имеем проблему, когда мы не имеем доступа к иностранным базам. Мы сегодня не имеем возможности вовремя быстро, качественно пересадить костный мозг. И чем больше людей заразим этой идеей, тем больше и безопаснее будет лечение наших пациентов. Мы сегодня, к сожалению, заложники того ситуации, когда недостаточно информирована молодежь. А наша молодежь, она патриотична, она может работать, она готова работать, она готова быть донорами, она готова помогать.